Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Ольга Сафронова. И в этом выпуске я расскажу о книге «Один плюс один» от автора мирового бестселлера «До встречи с тобой» Джорджа Мойс. Джорджа Мойс – английская романистка и журналистка. Окончила Лондонский университет. В 1992 году она стала обладателем премии ежедневной британской газеты «The Independent», где и проработала впоследствии 10 лет. Автор смогла полностью посвятить себя писательскому труду только в 2002 году, когда вышел в свет ее первый роман. Джорджа Мойс, однако, не завершила свою журналистскую карьеру и продолжила ее. Она стала писать статьи для газеты «The Daily Telegraph». Джорджа Мойс – одна из немногих, кому удалось дважды стать лауреатом премии Ассоциации романтических новеллистов в номинации «Романтическая новелла года». В 2004 году за роман «Заморские фрукты» и в 2011 году за роман «Последнее письмо твоего любимого». Роман «Один плюс один» – изумительный, трогательный и захватывающий роман о том, как встретились два одиночества и так не вовремя полюбили друг друга. Главная героиня романа – мать-одиночка Джесс Томас, у которой двое детей и две работы. Она трудится день ото дня, но не так-то просто справиться со всем одной. И порой ей приходится принимать рискованные решения, просто потому, что так надо. Джессика Томас вполне уловила иронию того, что потеряла лучшую работу в своей жизни из-за бриллианта. Не потому, что украла его, а потому, что не крала. Джесс и Натали убирались в загородном доме мистера и мисс Риттер почти три года, с тех пор как загородный комплекс «Битч Франц» стал наполовину райским садом, наполовину строительной площадкой. Когда-то застройщики пообещали местным жителям доступ к плавательному бассейну и заверили, что крупная первоклассная застройка принесет немагам выгод их крошечному приморскому городку, а не высосет из него последние капли жизни. Риттеры были обычными жильцами. Они приезжали из Лондона с детьми почти на каждые выходные. Миссис Риттер обычно оставалась на все выходные, а ее муж ночевал в Лондоне. Большую часть времени они проводили на ухоженные полоски пляжей и навещали городок только для того, чтобы залить дизель в свой семиместный автомобиль или пополнить запасы продукта в торговом центре. Джесс и Натали убирались в их просторных, в четырех спальнями, в доме, выкрашенном красками в фэронт энд боу. Два раза в неделю, когда хозяева в нем жили, и раз в неделю, когда дом пустовал. Был апрель, и судя по пустым коробкам из-под сока и мокрым полотенцем, Риттеры жили в доме. Натали убиралась в смежной ванной комнате, а Джесс меняла постельное белье, подпевала радиоприемнику, который они носили с собой. С дёрнув пуховое одеяло, она услышала звук, посхожий на треск высокоскоростной пневматической винтовке. Там, где она жила, такие звуки раздавались нередко. Она была готова поклясться, что в Бич-Франте пневматических винтовок нет. Её взгляд упал на сверкающую искру на полу. Она наклонилась у окна и подняла бриллиантовую серёжку, зажав её большим указательным пальцем. Она поднесла серёжку к свету и подошла к соседней двери, за которой Натали на коленях отскребала ванну. На спине Натали темнели полоски пота. Утро выдалось долгим. «Посмотри!» Натали поднялась и прищурилась. «Что это?» Бриллиант выпал из постельного белья. «Он не может быть настоящим. Посмотри, какой большой!» Они глядели на серёжку, пока Джесс крутил её в пальцах. «У Лизы Риттер не может быть поддельных бриллиантов. Не с их-то деньгами. Кажется, алмазы могут резать стекло». Джесс задумчиво провела камнем по краю окна. «Отличная мысль, Джесс. Продолжай в том же духе, пока стекло не вывалится». Натали выпрямилась и сполоснул тряпу под краном. «Намного важнее, где второе серёжка?» Они вытряхнули постельное бельё, заглянули под кровать, на четвереньках просеяли груду мусора на бежевом ковре, словно полицейские на месте убийства. Наконец Джесс посмотрела на часы. Они переглянулись и вздохнули. «Одна серёжка. Главный ночной кошмар. Вещи, которые они находили, убираясь в чужих домах. Искусственная челюсть, сбежавшая морская свинка, давно потерянное обручальное кольцо. За это, кстати, они получили коробку шоколадных конфет. Фотография Клиффа Ричарда с автографом. Никаких конфет. Владельца уверял, будто впервые её видят. Деньги. Не какой-нибудь мелочь, а целый бирюзовый бумажник, набитый 50-фунтовыми банкнотами. Он завалился за комод. Когда Джесс отдала его клиентке, миссис Линдер, снимавшей Бич Франти дом номер 4 на три месяца летом, та посмотрела на него с легким удивлением. «А я гадала, куда он запропастился?» — сказала она и рассеянно сунула бумажник в карман, как будто заколку или пост дистанционного управления. Не считая морских свинок, не так уж это и весело находить ценные вещи. Одна серёжка или пачка разрозненный банкнот, и клиенты косятся со смутным подозрением, не прикарманил ли ты остальное. Мистер Риттер наверняка предположит, что она приплятывала вторую серёжку. Он заставлял их испытывать чувство вины уже за то, что они находились в его доме, в дни, когда не сходил заметить их присутствие. «И что нам делать?» — Наталья скатывала пуховое одеяло, готовя его к стирке. «Положи где-нибудь сбоку, просто напишем записку, что не смогли найти вторую. Это чистая правда. Обычно они, заканчивая уборку, оставляли записку другую, в которых сообщали, что именно сделано, или вежливо напоминали, что им должны деньги. Написать, что мы перетряхнули всё бельё?» «Как хочешь. Я просто не хочу, чтобы она подумала, будто мы её взяли». Джесс закончила писать и осторожно положила серёжку на листок бумаги. «Возможно, вторая уже у миссис Риттер. Она обрадуется, что мы её нашли». Наталья состроила розжицу, которая означала, что Джесс способна разглядеть светлую сторону даже в ядерном апокалипсисе. «Лично я не смогла бы заметить в кровати бриллиант размером с глазное яблоко». Она бросила грязное бельё за дверью спальни. «Ладно, пропылесожь прихожую, а я сменю постель у детей. Если поторопимся, будем у Гордона в половине одиннадцатого». Наталья Бенсон и Джессика Томас убирались вместе каждый будет день в течение четырёх лет. На боку их маленького белого фургона красовалось не слишком оригинальное название «Бенсон и Томас услуги по уборке». Наталья написала ниже по трафарету «Знаем о грязи всё». Но через два месяца Джесс обратил её внимание, что половина звонков не имеет никакого отношения к уборке. Сейчас они убирались исключительно в Бич-Франти. Мало у кого в городе была возможность или желание нанять уборщицу, не считая врачей, адвокатов и случайных клиентов, вроде миссис Хамфри, который мешал убираться от Трит. Подобные старушки ценят чистоту наравне с благочестием, и прежде смыслом её жизни были накрахмальные занавески и надраенные до блеск парадное крыльцо. Иногда Джесс и Наталья казалось, что они целых 48 часов молчат и копят силы ради часа их в их обществе. Последом они убирались вместе с Хамфри после Риттеров и Гордонов из Бич-Франти. И если повезёт, тех загородных домиков, которые не достались другим компаниям по уборке. Джесс тащила пересос через прихожую, когда открылась передняя дверь. Мистер Риттер крикнул снизу. «Это вы, девочки?» Для таких, как миссис Риттер, все женщины-девочки, даже пенсионерки. «Мы с девочками классно оторвались субботним вечером», — говорила она, лукаво закатив глаза. Или «Ой, тогда я вышла в комнату для девочек, и всё же она им нравилась. Она никогда не унывала и не кичилась деньгами, и никогда не обращалась с ними, как с уборщицами». Натали и Джесс переглянулись. За долгое утро они уже отмыли две духовки. Чай у миссис Хамфри неизмена одного цвета, консистенции с лаком для лестниц. Через десять минут они сидели вокруг кухонного стола. Лиза Риттер пододвинула к ним тарелку с печеньем. «Берите, берите! Ешьте, чтоб спасти меня от соблазна!» Она сжала несуществующий валик жира Натали. Натали и Джесс вечно спорили, работает она или нет. Ей можно было дать от сорока до шестидесяти с хвостиком. Ее подкрашенные каштановые волосы были уложены мягкими волнами. Она играла в теннис три раза в неделю, занималась пилатесом с частным инструктором. А знакомая Натали из местного салона уверяла, что раз в четыре недели ей делают восковую эпиляцию. «Как твой Мартин, Джесс?» «Пока жив, насколько я знала», — ответила за нее Натали. «Ах, да», — Риза Риттер кивнула, припоминает. «Ты говорила, ищет себя, верно?» Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Читая книги Джорджа Моэс, получаешь своеобразную прививку позитива. Все будет хорошо, чтобы не случилось. И пусть это очень наивно, но такие книги вселяют надежду на то, что если ты поступаешь правильно, ну или хотя бы стараешься, то все сложится самым наилучшим образом. Любые тучи рано или поздно рассеиваются, и на небе снова светит солнце. История затягивает, хочется читать и читать дальше. Ничего сверхъестественного в сюжете, но герои и все происходящее живо рисуются в воображении, как будто смотришь в фильм с полным погружением. Купила книгу, как говорят, на потом, когда в отпуск поеду. Убирая ее на полку, открыла, прочитала несколько первых строк и не смогла оторваться. Читала с интересом и удовольствием. Сюжет захватывает, написано легко. Автор явный оптимист. Поэтому после прочтения остается приятный послевкусие. Это замечательная книга. Просто прочитайте. Это о всех нас, о всех людях на свете. Она о семье, о том, как по-разному живут люди, о любви, о том, что хорошие вещи случаются. Это очень добрая книга. Она одновременно поучительная, добрая, волнующая, спокойная и при этом побуждающая к действию. После прочтения остается какая-то теплая уверенность внутри. В книге нет ничего очень сложного, очень взрослого и злого. Но если вы ее прочитаете, ваше настроение улучшится. И вам захочется делать что-то полезное и верить, что хорошие вещи случаются, а жизнь может измениться. Миссис Риттер сделала паузу и заговорщически улыбнулась Джесс. А малышка по-прежнему сидит, уткнувшись в учебнике по математике? Сидит. Ой, у тебя такие замечательные дети, и наиздешние мамаши понятия не имеют, что творят их отпрыски от зари до темна. На днях Джейсон Фишер и его дружки кидались яйцами в окна Денниса Гровера. По ее голосу было не понять, что ее больше потрясло, хулиганство или напрасная трата продуктов. Лиза Риттер успела рассказать половину истории о своей маникюрше, маленькой собачке с недержанием мочи, постоянно прерываясь и сгибаясь пополам от смеха, когда Наталья взяла телефон. Миссис Хамфри пыталась дозвонить, сказала она, отбегаясь от стола. Нам пора. Она соскользнула со стула и направилась в коридор, чтобы собрать ящик с принадлежностями для уборки. Что ж, дом выглядит неплохо, спасибо вам обеим. Миссис Риттер преградила волосы на мгновение задумываться. Да, Джесс, помоги, пожалуйста, пока не ушла. Большинство клиентов знали, что у Джесс золотые руки. Не проходило дня, чтобы ей не просили помочь, зашпотлевать трещину или повесить картину, уверяя, что делал всего на пару минут. Джесс никогда не отказывала. Но если работы много, я вернусь попозже, предупредила она и молча добавила. И попрошу денег. Совсем немного Лиза Риттер направилась в задние двери. Надо помочь с чемоданом. Я потянула спину в самолете. Кто-то должен занести чемодан в дом. В самолете? Я навещала сестру на малерке. Теперь, когда дети в университете, у меня много свободного времени, и вот решила устроить себе отпуск на пару дней. Оставила Саймона одного. Благослови его, Боже. А когда вы вернулись, она недоуменно увидела, посмотрела на Джесс. Даже вы же видели меня только что. Да, Джесс дошла только что пару секунд назад. Хорошо, что хозяйка уже вышла на улицу, потому что Джесс побелела, как мел. Вот в чем проблема с уборкой. С одной стороны, это хорошо работа, если не брезгует чужими пятнами, клубками волос, леном отверстий в ванной. Джесс не брезговал, как ни странно. Она даже не возмущала, что большинство съемщиков загородных домов живут как в свинарнике, разбрасывая повсюду мусор. Не то, что дома, поскольку знают, что придет уборщица. Зато можно работать на себя в удобное время и даже выбирать клиентов, если дела идут хорошо. Проблема, как ни странно, не в паршивых клиентах. Хотя бы один паршивый клиент непримерно найдется. И не в грязи, и не в том, что непременно нужно надраивать чужие вещи. Почему ты чувствуешь себя на ступеньку ниже, чем когда-то хотелось? Дело не в постоянной угрозе со стороны других компаний, не в брошюрах, которые подсовывают под дверь клиентам. Дело в том, что в конце концов узнаешь о чужих людях гораздо больше, чем нужно. Джесс могла бы рассказать о тайной страсти миссис Элджиш к покупкам, о счетах за дизайнерские туфли, которые она бросает в мусорное ведро в ванной комнате, о сумках с навехенькой одеждой с ярлыками в шкафу. Она могла бы рассказать, что Лена Томпсон 4 года пытается забеременеть и использовать два теста в месяц. Джесс смогла бы рассказать, что мистер Митчелл из большого дома за церковью получает шестизнашную сумму и что его дочь тайком курит в ванной комнате, аккуратно складывает окурки на наружный подоконник. При желании Джесс могла бы назвать имена женщину, которая выходит из дома опрятными, с идеально уложенными волосами, отполированными ногтями и капелькой дорогих духов. При желании Джесс могла бы назвать имена женщины, которые выходят из дома опрятными, с идеально уложенными волосами, отполированными ногтями и капелькой дорогих духов, но запросто могут бросить грязные вещи на полу, на самом видном месте. Или мальчишек-подростков, к полотенцам которых можно прикасаться исключительно с щипцами. Или супругов, которые спят на разных кроватях. Или жен, которые просят поменять белье в гостевой комнате, жизнерадостно уверяют, что в последнее время у них жить как много гостей. А еще Джесс могла бы сказать, чьи туалеты можно заходить только в противогазе, повесив табличку химопасности. Однако время от времени попадаются приятные клиенты, вроде Лизы Риттер, которым забегаешь, пропылесусь тепло и возвращаешься домой, отягощенный знанием, без которого прекрасно мог опойтись. Джесс наблюдала, как Наталья выходит на улицу, держа ящик с принадлежностями для уборки подмышкой, и с урожающей ясностью представила, что будет дальше. Она видела кровать наверху, безупречно застеленную чистым бельем, полированные поверхности туалетного столика миссис Риттер, аккуратно сбитые подушки на маленьком диване в аркере. Она видела бриллиант, лежащий вместе с нацарапанной запиской на туалетном столике, маленькую сверкающую ручную гранату. Танзи – странноватая и очень одаренная дочка Джесс, но ее талант невозможно реализовать без чужой помощи. Да и пасынок Джесс Никки никак не может дать отпор своим сверстникам-хулиганам. Иногда Джесс кажется, что все пропало, но тут в их жизни появляется Эд Николс, собственное существование которого порядком похоже на бардак. Он знает, что такое одиночество, а свое будущее он предпочел бы даже не представлять. А вот чем же закончилась эта неожиданная встреча, вы сможете узнать, прочитав книгу. А найдете вы ее в Центре чтения Дворца книги. А вы читали книги Джорджа Моэс? Делитесь в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова